Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, какую музыку можно слушать, а какую — грех? Нет у нас синодального, соборного списка разрешенной музыки и запрещенной. Чай, не советское время, живем. Но можно самому для себя понять, как какая музыка воздействует на твою душу, на твое состояние, на твои эмоции, на настроение, к чему она тебя призывает. Как говорил один хороший батюшка, когда Бог творил мир, играла музыка Баха. Музыка обладает фантастическим волшебным свойством менять тебя. Неторопливо, медленно, по чуть-чуть. Но при некоторой дисциплине, при некотором постоянстве ты становишься благороднее при прослушивании высокой классики. У тебя лицо меняется, вся твоя жизнь. Посмотрите на, как говорят, как общаются, как себя ведут музыканты, закончившие консерваторию, играющие в оркестре, постоянно находясь в границах классической музыки. Они даже, у них лица другие, одухотворенные, как мы сказали бы. Видите, как музыка может влиять на человека. А посмотрите на лица рок-музыкантов. Я сейчас говорю про тяжелый рок, про агрессивный рок, про музыку, которая играет на твоих чувствах, низменных чувствах. Посмотрите по настоящему беснующихся участникам каких-то рок-концертов. Послушайте слова тех наших русских, отечественных песен, которые говорят только о низменных отношениях, низких, которые прославляют свободные отношения, алкоголь, наркотики, да что угодно. И видят в этом чуть ли не смысл жизни человека. Музыка формирует душу человека, музыка формирует его мировоззрение, интеллект. Поэтому греховно слушать, скажем так, ту музыку, которая делает тебя хуже, агрессивнее, порочнее. А та музыка, которая тебя делает чище, благороднее, умнее, ведь научиться слушать музыку – непростая задача. Надо что-то почитать, послушать лекции особенные, как разбираться во временах года, где зима, где весна. Это тоже требует некоторого усилия, в том числе интеллектуального. Поэтому слушайте музыку красивую, слушайте музыку, которая делает вас лучше, которая даёт вам силы жить, творить, любить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok